Для небольших чисел. Для единицы проблем вообще-то никаких. Если машина одна, одна машина хочет на то место, то есть последовательность выглядит крайне просто. Это просто число 1. Для двух. Либо 1, 2. Либо 2, 1. Либо 2, 2. Все понимают или нет? Да. 1, 1 почему нельзя? Там первая единичка все хорошо, а вторая единичка противоречий. Отлично. Теперь для тройки. А для тройки так. Либо 1, 2, 3. Ну и все перестановки. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Это понятно. Что там вообще бывает? 3. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Либо 1, 3, 3. И перестановки здесь. Это 3, 1, 3. И 3, 3, 1. Либо 2, 2, 3. И перестановки. Что там бывает? 2, 3, 2. 3, 2, 2. 2, 2, 1. Нельзя. Потому что тогда на первые 2 места хотят встать 3 машины. 2, 2, 3. У меня уже написано. 2, 3, 3. 2, 3, 3, пожалуйста. 2, 3, 3. Опять со всеми перестановками. 3, 2, 3. 3, 3, 2. Ну и что еще? 3, 3. Конечно. 3, 3, 3. Каким способом можно сделать, чтобы не запутаться? Смотрите. Вот эти 6. Я не буду писать все 6. Я напишу так. Это 1, 2, 3. И перестановки из них. То есть это 6 вариантов. 1, 3, 3. И перестановки из них. Три вариантов. Дальше. 2, 2, 3. 3 перестановки. 2, 3, 3. Сколько перестановок? 3. 3 перестановки. 3, 3, 3. 1 перестановка. 16. Сколько? 16. 16. 3, 3, 3, 3, 1. 16 штук. Отлично. А вот интересно. А для 4? Господа, выписывать вот такую табличку для 4 на самом деле будет очень тяжело. А вот табличку такого типа я смогу выписать для числа 4. Она все равно небольшая, но не настолько большая, чтобы это нельзя было удостоверить. 1, 2, 3, 4. Я про это и говорю, что не будем мы в обратном порядке выписывать. Идея состоит в том, что когда я пишу, я буду потом около каждой из них указывать, сколькими способами я могу переставить. То есть, когда я пишу 1, 2, 3, 4, имеется в виду, что и 1, 2, 4, 3, и 1, 3, 2, 4 и так далее. Сразу написано. Потому что, понимаете, на 4 элементах перестановок очень много. Кстати, кто знает, сколько перестановок на 4 элементах? 8. 8. Ответ не верен. 24. 24. Это правильный ответ. Ребята, просто посмотрите. На 3 элементах перестановок 6. Все верят? Да. Чтобы получить перестановку на 4 элементах, надо сделать так. Надо или сюда поставить 4, или сюда, или сюда, или сюда. То есть, на самом деле, вот из этой строчки, строчки 1, 2, 3, получится 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, и 1, 2, 3, 4. Поэтому я рядом с вот этой вот перестановкой могу написать сколько? 24. 24. Это, заметьте, не так мало. А вот дальше, ребята, очень важное упражнение. Так же, как было бы в энциклопедии, в словаре, то, что называется словарный порядок, или иногда говорят лексикографический порядок. Знаете, когда вы берете любой словарь, то там сначала все слова на пуху А, потом на пуху В, правильно? Да. Но сейчас уже в интернете вы, чтобы сказать, это обычно не видите, потому что это же называется внутри там, да? А когда бумажное, всякие, в энциклопедии словаре, то это совсем понятно. Так вот, будьте добры, в лексикографическом порядке, то есть так, как было бы в словаре. Перечистите, пожалуйста. Следующий последователь. Как это? 1-2-2-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3y4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. 1, 2, 4, 4 Идея такая До последнего надо Что можно сохранять Сейчас выросло это место Хорошо Следующая последовательность какая? 1, 3, 4 1, 3, 4, да А следующая? 1, 2, 3, 4, 4 Молодцы А следующая? 1, 3, 4, 4, 4 Отлично Это уже увеличили 2, да? Так, хорошо Теперь давайте смотреть дальше 2, 2 3, 4 Бывает? Бывает Дальше что? 2, 2 4, 4 2, 2, 4 2, 3, 4 Бывает 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 Молодцы Это было вторым Дальше 2, 3, 3, 4 Нет, не надо было это вторым делать, потому что принцип такой. Сначала сравниваем по первой позиции. Если в первой позиции единица, то это находится выше всего всех, где он был в первой позиции твой. Так, недолго осталось. Четыре, четыре, да. Два, четыре, четыре, три, четыре, три, три, четыре, три, четырёвки, и, наконец, четыре. Так, какого? Два, два, три, четыре, есть вон. Один, два, два, три, четыре, не бывает, потому что у вас на первое и второе место при этом претендуют первые три машины. Поняли? Два, четыре, три, четыре. Что это? Два, четыре, три, четыре. Последовательность должна быть неубывающая. Так, считаем. Один, два, два, четыре. Видите вы, что? Один, два, два, четыре. Если один, два, два, то у вас на первые два места хотят три машины. Ребята, давайте я ещё раз, пусть я вижу, что многие ещё не поняли условия. Давайте я ещё раз объясню. Во-первых, последовательность должна быть неубывающая. Неубывающая. Давайте я, кстати, это слово даже пишу. Неубывающая. Между прочим, пишется вместе. Неубывающая. Это означает, что первое число не больше второго, второе не больше третьего, третье не больше четвёртого. То есть для четырёх будет так. И ещё должно быть выполнено следующее условие. На первом месте число не меньше, чем один. На втором не меньше, чем два. На третьем не меньше, чем три. И на четвёртом не меньше, чем четыре. Обязательно должно быть все эти четыре. Не разница трёх. Сколько же у нас вариантов получилось? Считайте. Четырнадцать. Четырнадцать. А четырнадцать – это число каталантов. А сколько у нас вариантов было до этого? Опять – это число каталантов. А до этого было вариантов два. А до этого один. Ответ в задаче, которую мы сейчас решаем, такой же, как в задаче, которая вообще на неё никак не похожа. Где здесь скобки? Нет. А как же так? Скобок нет, а ответ такой же, как для скобок. Все поняли, что у нас пока что получились такие числа – два, пять, четырнадцать. Согласны? С учётом перестановок, сколько существует последовательности, когда одна машина, две машины, три машины и четыре машины. Ну, когда одна машина, то переставлять не переставлять, переставлять просто нечего. Когда две машины, кто помнит? Три. Молодцы. Когда три машины, сколько было? Шестнадцать. Шестнадцать. Отлично. А когда четыре машины? Нет, не двадцать четыре. А надо здесь написать везде и посчитать. Это не так просто. Там не будет везде по двадцать четыре. Давайте я напишу сначала простые вещи. Вот здесь сколько будет перестановка? Одна. Потому что, когда у вас все числа одинаковые, то перестановка одна единственная. Очевидно. Есть ещё простое место. Два и все четвёртые. Сколько там? Четыре. Четыре, конечно. Давайте поймём, почему. Потому что двойку можно поставить на любое из четырёх мест. Так? А остальные четвёртые. Четыре. Так, ещё. Трれて. Четыре. Правильно. Здесь компонент четыре. Четыре. А вот, господа с остальными, по самым зрением. Тренты. Один четыре. Один четыре. Один четыре. А-а-а. Ну, тоже. Тоже легко. Тр Jongek. Трите. Тридца. Тридцл college요 can do. Здесь сколько? Тридцл зависит. Четыре. Четыре. Тоже четыре. Хорошо. Но, к сожалению, на этом закончились простые варианты. Теперь давайте подумаем, сколько вариантов вот здесь. Один, два, четыре, четыре. Восемь. Нет, не восемь. Нет, не восемь. Сколько? Двенадцать. Двенадцать. А почему? Да. Давайте я сейчас быстренько это всем объясню. Потому что это очень важный момент. Вот смотрите, у нас есть вот эта последовательность. Один, два, четыре, четыре. Мы хотим эти числа как-то переставить. Я это даже умею двумя способами объяснять. Один способ такой. Сначала выбираем, куда поставить единицу. Если у нас есть четыре места, сколько вариантов для единицы? Четыре. Четыре. После того, как вы куда-то эту единицу поставите, ну, вы не знаете, куда-нибудь, да? Сюда, например. У вас останется сколько мест? Три. Три. На любой из них можно поставить двумя. Это три варианта. Но, смотрите. Для этого три варианта. Никогда единицы здесь, стоял три варианта. Никогда единицы здесь, стоял три варианта. То есть, на самом деле, надо перемножиться. А после того, как вы и двое куда-то поставили, ну, например, сюда, ставим четверки. Уже ничего выбирать не надо. Уже просто ставим четверки. Значит, действительно, двенадцать. Это вот один обещанный способ. А другой способ такой. Представим себе, что эти четверки немножко не одинаковые. Можно же так написать? Эту четверку написать как четверку, а эту четверку... А, как римскую вот. Это будет обычная четверка, а эта четверка. И говорим, что теперь у нас есть четыре разных объекта. Когда четыре разных объекта, ответ двадцать четыре. Ну, осталось заметить, что на самом деле четверка одинаковая. И значит, надо двадцать четыре разделить на два. Господа, в общем, в любом случае, ответ двенадцать. Если кто-то сомневается, очень советую просто взять и написать. Так вот, один раз в жизни надо это до конца понять. Убедиться, что действительно так. Так, теперь, если есть две разные и две одинаковые, мы ответ ставим двенадцать. Здесь правда, что две разные и две разные? Да. Замечательно, здесь две разные. Две разные и две разные? Одинаковые и две разные? Да. Замечательно, здесь не так. А здесь так же. Так, две одинаковые и две разные. Ребята, осталось решить задачу для 2, 2, 4, 4 и для 3, 3, 4, 4. Число сочетаний из четырех углов. И мы должны выбрать две позиции, куда написать, ну, скажем, четвертую. Сколькими способами из четырех мест можно выбрать два? Как можно выбрать два угла стола? Понимаете или нет? Нет, не четырьмя. Шестью, конечно. А, вот, вот. Я могу взять или эту сторону, или нижнюю, или эту боковую, или эту, или диагональ, или другую диагональ. Согласны? Отлично. Всего получается, очевидно, шесть вариантов. И здесь тоже шесть. То, двадцать пять. Ну, вот. А дальше интересный вопрос. Догадается ли кто-нибудь до формулы? Какая последовательность? Давайте я еще раз почитаю. Один, три, шестнадцать, сто двадцать пять. Догадаться действительно тяжело. Первое следование, потом 4, 2, 2, 5. Ага, молодец. Молодец. Вы абсолютно правы. Смотрите, что ри в первой степени. Вот это вот, 4 умножить на 4, то есть 4 в квадрате. Вот это сколько? Пять умножить на пять умножить на пять. А вот это, между прочим, в математике называется два в нулевой. Любое число в нулевой степени, это будет единица. Два в нулевой степени, это у нас единица. Значит, гипотеза какая? Здесь будет сколько? Шесть четвертый. Здесь будет шесть четвертый, скорее всего. Шесть четвертый, если я правильно помню, 1296. Вот, посмотрите, выписать 1296 вариантов, ну это, честное слово, никаких сил не хватит. Правда? Да. У компьютера хватит. У компьютера, конечно, хватит. Но мы с вами хотим заниматься комбинаторией. Мы хотим, что называется, привыкать к такого рода задачам. И поэтому мы сейчас пойдем, совершим этот подк. Выпишу. Их будет всего 42 варианта, это не так много. В лексикографическом порядке все правильные последовательности для числа 5. После этого, рядом с каждой такой последовательностью, мы напишем, сколько вариантов. Так же, как здесь. Все будет точно так же, как здесь, только примерно в три раза больше, да? 42 в три раза больше, чем 4. Так что это не так страшно. И, вот, господа, дальше очень важная вещь. У нас должно получиться число 1296. Чем это упражнение замечательное? Тем, что если не получится, значит, мы где-то ошиблись, и мы найдем ошибку. А главное, мы при этом очень много узнаем по комбинатору. Мы научимся решать задачи, мы научимся вычислять на эти числа. Да.